В пятый раз вдоль государственных границ девяти стран-участников СНГ стартовала эстафета Победы. Мурманские и Бресте 2 февраля. Сегодня эстафету приветствовали в Анапе. Гостям обратился заместитель главы курорта Олег Костенко. Пока мы проходим этим маленьким мероприятием, мы знаем, что и наша молодежь будет помнить после нас о том, что происходило в те годы. Изначально спортивная, эстафета сегодня имеет общественно-политический резонанс. Один из почетных гостей, капитан 1-го ранга Анатолий Шилов, более 40 лет отслужил в пограничных войсках. Конечно, такие акции надо проводить, особенно с целью воспитания подрастающих, как мы говорим, поколений. Потому что они немножко как-то воспитываются в других условиях, во всем благополучии, во всем обеспечении. Здесь хорошо бы затрагивать и те стороны нелегкой жизни, которые были раньше, за эти годы, даже после Великой Отечественной войны. Пока жива память, живы и подвиги героев Великой Отечественной войны. Именно поэтому молодежь Анапы трепетно относится к ветеранам. У меня половина семьи военная, поэтому я могу сказать только о том, что традиции именно служения Отечеству, они есть. Но поскольку рано умерли бабушка с дедушкой, к сожалению, память, которая могла бы передаться, она передалась не полностью и очень мало. И именно поэтому я считаю, что очень важно подобные акции проводить. Очень важно, чтобы ветераны, их осталось так мало, поэтому так важно, чтобы эти встречи с молодежью были. Преодолев почти 60 километров, эстафета завершится в Москве на Поклонной горе в День пограничника 28 мая.